Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я журналист Рустам Вафин, а в гостях у меня главный врач медико-санитарной части Казанского Федерального Университета, кандидат медицинских наук Сергей Альбертович Осипов. Добрый день. Да, здравствуйте, Сергей Альбертович. И поговорим мы вот на какую тему. На самом деле тема, она не уходящая, она по-прежнему интересная, она по-прежнему тревожащая. Это ситуация с ковидом. Как каплей воды отражено все море, так и ситуацию с этим эпидемией не только в нашем городе, но и в стране, и может даже в мире. Можно, ну хотя бы понять, взглянув на ситуацию в одном госпитале, в госпитале, в госпитале Казанского Федерального Университета. Вы тот человек, который, в общем-то, держит руку на пульсе, постоянно в теме, постоянно, ну видимо и там в том числе. И вот с этим вопрос первый. Тяжело? Привыкли. Уже привыкли. Ну, эпидемия длится полтора года, да? Вот, чтобы поясним этот вопрос. Тяжелее, чем полтора года назад? Я бы сказал, абсолютно все по-другому. То, что начиналось, то, что было март-апрель месяц, были совершенно непонятные, неизвестные пациенты, совершенно непонятные, неизвестные болезни. Были надежды на то, что все-таки это, ну, как-то быстро, относительно быстро пройдет. Не было никаких медикаментов, не было никаких вакцин, не было ничего. Была очень большая надежда на то, что все-таки это будет похоже на другие эпидемии, которые переживало человечество. Потом, с течением времени, мы стали понимать, что эта эпидемия, она совершенно другая. Не было такого еще в истории человечества, вот такой эпидемии, с такой клиникой, такого вируса, который ведет себя, ну, достаточно противоречивый, я бы сказал, который не напоминает на сегодняшний день поведение ни одного из известных нам вирусов, которые вот раньше вызывали эпидемии. Мы переживали многие вещи, мы переживали и холеру, мы переживали и свиной грипп десятого года. Когда было тоже тяжело, тоже не очень понятно. Но там все это укладывалось в привычные для человечества рамки. То, что было описано в научных трудах, описано, соответственно, в учебниках и так далее. Какая-то моральная готовность была. И протоколов, наверное, все это? Протоколов не было. Вирус был тоже новый, новый штамм, который пришел вот только-только и хорошо ударил по всем странам. Но, тем не менее, он вел себя более-менее предсказуемо. Ковид ведет себя малопредсказуемо. Спустя полтора года он такой же непредсказуемый? Он постоянно меняется. То, что мы видели апрель, май, июнь месяц, и то, что сейчас это два совершенно разных вируса, совершенно другая клиническая симптоматика. Исходы одни и те же. Исход — это тяжелое поражение легких и либо выздоровление, либо смерть. А вот все, что внутри, лабораторные показатели, клинические вещи, они очень сильно меняются. Изменились уже, наверное, раза четыре за вот эти полтора года. Такой быстрой изменчивости, опять-таки, не было еще в истории. Чем отличается основная клиническая картина первых месяцев и сегодняшнего дня? В первые месяцы были хотя бы какие-то реперные точки, когда мы могли посмотреть по анализам. Вот здесь что-то поднимается, это будет говорить о том, что дальше это будет развиваться. Так-то вот здесь что-то опускается, какой-то показатель. Будем считать, что дальше с вероятностью очень большой будет то-то. На сегодняшний день мы видим пациентов, у которых могут быть практически идеальные анализы. Биохимические, клинические и при этом достаточно серьезные поражения легких. Плюс те препараты, которые мы используем, которые стали использовать где-то начиная с июня прошлого года, вышли клинические рекомендации, мы стали работать этими препаратами. Они стали либо хуже работать, либо перестали работать вообще. И вот это очень большая проблема. Сейчас дозировки препаратов нужно применять в три раза больше примерно, чем в то время, когда эпидемия только начиналась. Но у нас же появился еще один фактор. Это вакцинация, достаточно распространенное явление. И в связи с этим процессом изменилась ли какая-то ситуация в ваших подведомственных больницах, палатах, реанимациях? Ситуация, конечно, изменилась. Опять-таки, по вакцинации мы изначально думали, что все-таки будет полностью стерилизующий иммунитет. То есть люди, которые прошли вакцинацию, не будут болеть. Сейчас мы видим, что люди, которые прошли вакцинацию, болеют. Но болеют легко. И вот это самое главное. То есть вакцина от ковида, точно так же, как вакцина от гриппа, не защищает от самого заболевания, но дает тебе практически стопроцентный шанс пережить эту эпидемию. И сейчас мы совершенно четко видим, что к нам попадают люди, в основном, непривитые. Если это тяжелый пациент, который требует большого потока кислорода, а сейчас поток кислорода доходит до 80-90 литров в минуту, вдумайтесь, баллон кислородный за минуту нужно отдать пациенту, чтобы поддержать его дыхание. И при всем при этом, если человек непривитой, он может с большой долей вероятности уйти в такую тяжелую клинику. Если человек привитой, ну, совершенно разные моменты. От трех-четырех дней просто положительный ПЦР, и человек привитой полностью выздоравливает, до недели-полутора, когда сохраняется опять-таки положительный ПЦР, небольшие изменения в легких, небольшие изменения в состоянии, в самочувствии. И при этом, опять-таки, человек без постковидного синдрома, который оказался тоже весьма серьезным и существенным фактором, и тоже раньше не было ни у одного вируса подобных вещей. Без постковидного синдрома человек выходит из болезни и дальше работает. Вакцинация штука такая, у нас же не только одна вакцина сейчас, ну, в стране-то нашей понятно, что в основном это спутник ВИ и какие-то другие производные. А вы сталкивались с пациентами, которые были привиты другими вакцинами, то есть зарубежными? Несколько пациентов у нас было, которые были привиты Пфайзером. Ну, я бы не сказал, что спутник ВИ работает хуже, чем Пфайзер, или Пфайзер работает лучше, чем спутник ВИ. Хотя, конечно, по 3-4 пациентам делать такие глобальные выводы просто невозможно. Но если мы посмотрим с вами мировую статистику, мир прививается Пфайзером, мир прививается спутником. И, в общем-то, одинаковые абсолютно результаты. У нас в России, я бы сказал, что люди просто избалованы. У нас есть вакцина, люди не идут. Во многих странах мира нет вакцины, люди стоят в очередях месяцами для того, чтобы получить прививку. Причем не только там какие-то маргиналы, а люди, обладающие серьезными финансовыми возможностями для того, чтобы купить себе эту вакцину, купить место для более ранней прививки. Нет, не получается. Во всех странах достаточно серьезный дефицит вакцин. У нас мы просим людей прийти на вакцинацию. Вот смотрите, вакцинация уже длится полгода, наверное, да? В сентябре. Активная вакцинация, ну минимум, да. И даже больше получается. И тем не менее, вы говорите, вам так же тяжело, как и полтора года назад. У нас очень небольшое количество людей все-таки прошло вакцинацию. 30% не останавливают эпидемию. Для того, чтобы эпидемия остановилась, должно быть не меньше 80%. Ну, хотя бы 70%. А что вы думаете по поводу ревакцинации каждые полгода? Я как... То есть, в данном случае имеется в виду не с точки зрения теоретической, а практически, возможно, вы уже видите, что там, условно говоря, человек вакцинировался полгода назад или год назад. Ну, полгода назад. А сейчас у него достаточно сложная форма ковида. Нет, таких пациентов мы не видим. Со сложной формой ковида к нам поступают только те, кто не вакцинировался вообще. Вот. Мы видим повторные, трехкратные даже заболевания ковид-инфекцией, вот, если человек не вакцинировался. И по-разному абсолютно протекает. У кого-то с каждым разом все легче и легче, у кого-то, наоборот, с каждым разом все тяжелее и тяжелее протекает ковид-инфекция, если человек переболел и не вакцинировался. Есть ревакцинированные. Мы их видим больше, как пациентов в прививочных кабинетах, пока мы не видели таких пациентов. Но ревакцинация только началась, практически месяц. Но таких пациентов мы не видим именно как пациентов ковидного госпиталя. Я не знаю, вам ли это вопрос. Тем не менее, я вас прошу. Вот вы сказали, что вы сейчас сталкиваетесь с потоком, ну, заметное количество людей, которые болеют ковидом не первый раз, второй и даже третий раз. И причем иногда картина клиническая выглядит хуже, чем при первом случае. Но ведь само заболевание, это по сути же, и выздоровление от него, это по сути такая природная вакцинация. Казалось бы, да. Вот почему она не работает? С чего я и начал. Это вам вопрос или не вам? Я думаю, что это вопрос всему мировому сообществу. Вирусологов, иммунологов, вирус такой, который никогда раньше не встречался. Я с этого начал. Это что-то новое вообще вот в области вирусологии. Непонятно, как себя ведет, непонятно, какой эффект даст выздоровление, непонятно совершенно, как работают вакцины. Ну, как это работает. То есть даже вам непонятно, да? Ну, есть пациенты, у которых, казалось бы, не было никакой клиники, огромное количество антител. То есть они явно перенесли бессимптомную форму. Почему я спрашиваю? Это же вопрос заключается в эффективности вакцины. Потому что если человек переболел и выздоровел естественным путем, потом он заболевает снова и получает более тяжелую клинику, а там, условно говоря, через следующий раз, через полгода он заболевает и там вообще ложится в больницу, да, может и в реанимацию, то, ну, есть ли риск, что, условно говоря, пойдет год, и наша вакцина, то, что мы вакцинировались или ревакцинировались, она перестанет работать, и тоже заболевание будет тяжелее и тяжелее? Риск, конечно, есть. Без сомнений, что любая вакцина потеряет свою эффективность. Но, с другой стороны, за это же время нарабатываются другие подходы. Постоянно ведь идет изучение вируса, постоянно идет изучение даже того же самого уровня антител, какой он должен быть, чтобы он был защитным, и может ли он быть защитным. Это тоже вопрос, открытый во всем мире. Сейчас весь мир говорит о том, что не нужно гоняться за цифрой антител и говорить там, предположим, у меня 3, все хорошо, а у тебя 0,5, у тебя все плохо. Нет, совершенно как-то вот оно непонятно, как работает. Вдруг начинает активироваться клеточный иммунитет и протективные действия свое, соответственно, показывать, проявлять. Раньше мы всегда считали, что для вируса должен быть гуморальный иммунитет прежде всего. И вот гуморальные антитела, иммуноглобулины, они вирус где-то схватят, перехватят, не дадут внедриться, нейтрализуют и так далее. Можно иметь клеточный иммунитет, при этом не заболеть. Можно переболеть и не получить клеточного иммунитета. Получить очень низкий гуморальный иммунитет. Совершенно непонятная ситуация. То есть это, по сути, орел и решка, бросание костей, случай. А вы знаете, что есть такая поговорка «случай – это имя Бога». И в связи с этим есть другая поговорка «в окопах атеистов нет». Вот скажите, в красных зонах ваших больниц остались атеисты? Или, глядя, смотря на такую картину игральных костей, орел и решка, монеток, ваши специалисты задумаются о вечном? Ну, среди врачей вообще очень мало атеистов. Мы просто это не афишируем. Потому что каждый день мы видим чудеса, которые творит Господь. В той или иной степени. А почему же вы такие циничные-то? Я так любил говорить с врачами вообще-то, потому что их юмор, их жесткость, она была очень циничная. Вы знаете, если определенной доли здорового цинизма не обладать, ты сгоришь в пределах первых двух лет работы. То есть защитная реакция. Мы должны каждый раз оказывать помощь, мы должны каждый раз улыбаться пациенту, даже зная, что пациент не выживет. Представьте, насколько это тяжело морально. Придти к человеку и говорить, у тебя все хорошо, зная, что у него все плохо или очень плохо. И вот здесь не обойдешься без защитной реакции. Возвращаясь к полутора годам, на полтора года ранее, когда это все было вново, и был действительно шок и испуг, одна из тогдашних проблем – это массовые заболевания врачей и медсестер. Те, кто работал в ковидных госпиталях, я помню, я по Италии какие-то данные смотрел, что там смертность среди медперсонала была просто зашкаливающая. И не только смертность, но и заболеваемость. А сейчас какая ситуация? Заболеваемость медперсонала, да, она сохраняется. Весь вопрос в том, как ты подготовлен к тому, чтобы работать с инфекционным пациентом. Вот у нас, слава богу, сохранилась школа эпидемиологии в России. Все-таки, несмотря на достаточно серьезные потери, которые она понесла, вот в те смутные годы ранней перестройки и так далее, да, тем не менее, наша школа сохранилась. У нас достаточно серьезный, накопленный опыт борьбы с эпидемиями на территории России, начиная еще с царской России, да, первые работы по эпидемиологии все-таки были не в Европе, они были в России сделаны. И вот это позволило нам, применив вот эти все знания, опыт, интеллект собственный, в общем-то, достаточно спокойно пройти через заболевания. Мы не допустили массового заболевания персонала. И таким образом мы не повторили вот этот вот итальянский или испанский сценарий, когда просто не было врачей, потому что все врачи лежали больные, либо они испугались и не пошли работать. Вот у нас такого нет. Хотя, да, персонал болеет, так как ты постоянно в очаге, причем в ковид-госпиталях персонал болеет меньше, чем в обычных условиях работы. Потому что в ковид-госпитале ты совершенно четко знаешь, что ты идешь в очаг серьезного вируса. Соответственно, это и очки, это и маска, это и респиратор, это противочумный костюм. Может быть, кто-то скажет, что это защита избыточная, но тем не менее она есть. А люди, которые работают, например, в приемном покое, они уже работают в маске. И, соответственно, позволяют, они расслаблены, они позволяют себе небрежность. То есть я сейчас говорю своим врачам, что, пожалуйста, помните, что любой ваш пациент это потенциально больной ковидом. И подходите к нему так же. Точно так же, как мы научили все-таки врачей за уже почти 30 лет подходить к любому пациенту с кровотечением, как к потенциальному ВИЧ-инфицированному пациенту. И вот это позволило не заражаться врачам сейчас с гематрацессивными инфекциями. Тем же гепатитом, тем же той же ВИЧ-инфекцией. Меньше-то ее не стало. А вот поведение разумное позволило прекратить заражение персонала. Раньше было. То же самое и с любым другим вирусом. Чем более разумно ты себя ведешь, тем меньше шансов, что ты заболеешь. В связи с этим вот такой вопрос. А нет ли здесь, ну, помимо этой школы эпидемиологической, которая осталась, ну, как еще, в том, как говорится, с царских времен, ну, континентальная империя, это же понятно, что очаги Средней Азии, они здесь под боком все степи. Да, я понимаю, почему именно в царской России это было востребовано, на самом деле. Ну, это была давняя история. И помимо вот этих вот навыков, наработок, школы, которая сохранилась в России, нет ли причины в том, что врачи не болеют и, в общем, не покидают поле боя, что называется, в том, что, ну, собственно, иммунитет, они сами, врачи приобрели иммунитет, может, даже в первую очередь. И вакцинация, и естественные. Дробную бытовую иммунизацию, конечно, никто не отменил. То есть, если ты каждый день встречаешься с небольшой дозой вируса, у тебя не разовьется заболевание, потому что есть такое понятие, как доза инфекциозности. Там, например, тебе нужно каким-то образом получить в организм 100 вирусов, тогда заболевание разовьется. Если ты получил их 50, то заболевания не будет, но иммунитет начнет работать и, соответственно, элиминировать вот эти вот вирусы. Вот. Возможно, это работает. Мы, плюс ко всему, все-таки, ну, переболевших-то медиков, конечно, много, порядка 30% медиков сейчас уже переболело. Вот. Но есть еще, наверное, какое-то вот, как сказать, устойчивость на уровне, я даже не знаю, это не уровень организма. Мы знаем, что нельзя болеть. Примерно то же самое происходило в Великую Отечественную войну. Не было потерь во время Великой Отечественной войны, практически не было санитарных потерь в армии от гриппа и урвы. Ну да, в окопах, окопное это называется, синдром, что ли, название такое. Да, то есть у людей включался достаточно серьезный защитный механизм, и они вот этими мелкими инфекциями, они просто не болеют. То есть это означает, что люди в стрессовой ситуации находятся? Да. Стрессовая ситуация в какой-то степени она позволяет мобилизовать все защитные силы, в том числе иммунную систему. Вот. Если стресс затягивается, если он становится неконтролируемой, тогда, наоборот, идет обрушение всех защитных сил, в том числе иммунитета. Но вы, надеюсь, своим врачам это такое не позволите? Конечно нет. А что надо сделать, чтобы не позволить врачам допустить выхода стресса за критические позиции? Вы знаете, достаточно много сейчас, опять-таки, идет разработок психологов. Все, что угодно. Прежде всего, это нормальное отношение к врачам. Врач — это не официант, это не врач, не медсестра, не санитарка, которые работают в лечебных учреждениях, это не обслуга. Да, мы оказываем услуги, но мы не обслуга. И, зная это, во-первых, сами, если так же к нам относятся наши пациенты, очень большая часть стресса снимается. Ну и есть элементарные возможности разгрузки, начиная от релаксационной комнаты или дома просто посидеть, музыку послушать, в окно посмотреть на красивый закат, все, что угодно. Коньяк, стакан коньяка помогает? Помогает развиться циррозу печени, поэтому лучше не стоит. Понятно. Вы сказали, что сталкиваетесь с отношением к обслуживающим персоналу. Ну, скажем так, клиника — это не онклюзив и 5 звездочек. Правильно понимаю? Вы об этом видите речь? Не отель онклюзив с 5 звездочками. Да, это не отель. А с таким подходом люди идут, правда? Иногда бывает, да. Иногда бывает, да. Они считают, что врач всем обязан. Люди читают, в том числе, и законодательную базу 323 ФЗ, где по обязанностям медицинских работников огромное количество различных статей, а по обязанности самого человека единственное — человек обязан следить за своим здоровьем. Точка. Больше никак не раскрыта. И поэтому, естественно, возникает ощущение, что врач должен прибежать по первому требованию. Были у нас такие интересные случаи в России, правда, слава богу, уже давно, когда на врача подавали в суд, что он не оказал помощи, а врач в это время лежал с температурой 38-39, где физически не мог оказать помощь. Но пациент требовал, чтобы именно этот врач пришел, оказал помощь. Вот такой вот пациентский экстремизм, он, конечно, отвращает прежде всего детей, ну, детей наших молодых коллег, которые там только что вышли из института или из университета, вот, заставляет их просто-напросто не идти дальше работать в медицину. Вы сказали, что 30%, ну, по вашим оценкам, 30% врачей, медперсонала уже переболели ковидом. Да. А, опять же, по вашим ощущениям, я не прошу статистики, скорее всего, у вас полная статистика, может, и как бы, и нам не надо здесь, ну, возможно, и нет до конца. Сколько переболело уже, вот, по вашим ощущениям, из населения, ну, в Казани, в Тарстане? Из населения порядка 20%, 20-25% должны были уже переболеть. Потому что, когда я спрашиваю своих знакомых, например, в моих кругу, ну, практически уже не осталось ни болевших. То есть, процентов 80, там, если честно говоря. Другое вопрос, что в легких формах, не в больницах, так или иначе. То есть, или вы просто не отслеживаете вот эту часть, которая остается за... Нет, дело в том, что у нас очень многие люди считают, что они уже перенесли ковид, потому что у них была симптоматика, которая описана в интернете, как, возможно, симптоматика ковида. Оперировать надо все-таки фактами, а факты — это антитела. Вот, и, соответственно, когда мы смотрим на пациентов, в том числе и антитела мы им делаем, когда люди сами делают антитела, они очень сильно удивляются, как, я вроде бы болел ковидом, у меня было все очень похоже, но ни одного антитела нет. Все-таки такого не бывает. Какой-то след должен остаться. Поэтому где-то порядка 25-30%. Ведь никто не отменил все остальные заболевания. Мы сейчас почему-то забыли о том, что существует грипп, мы забыли, что существует пара грипп, мы забыли о существовании РС-инфекции. А они настолько близки по клинике к ковиду, что, в принципе, можно и перепутать. А, кстати, по поводу гриппа, пара гриппа и тех инфекций, которые вы назвали, они просто когда-то еще на заре нашей эпидемии, вот нынешней, которая идущая, когда я стал смотреть материалы, и очень много очень разноплановых идей высказывалось, я столкнулся с одним, мы сказали, одного эпидемиолога из России, который работает в США, причем в советской школе еще, какой-то мастит, очень академик. И он сказал, что я не знаю, с чем это связано, но мы вот часто видим, что когда приходит какой-то вирус определенной конфигурации, все остальные ОРЗ, грипп, они как бы раз и под полочку, под плинтус спрячутся, и вот дает развернуться этому, в общем-то, башку на час там, который должен собрать свою жатву. Грипп, пара грипп и прочие эти уже обычные, они как, так же присутствуют, в таком же объеме, как прежде, или все-таки они подвинулись в связи с коронавирусом? Ну, количество людей-то конечно, и, соответственно, если какой-то вирус завоевывает какую-то территорию, извините, просто пищевую территорию, другому вирусу пищи станет меньше. То есть, в абсолютном выражении, конечно, да, гриппа там и всех остальных стало меньше ровно настолько, насколько стало больше ковида. Но, с другой стороны, если мы смотрим поликлинику, например, нашу же поликлинику медсанчасти, все, кто обращается с температурой, им в обязательном порядке берется ПЦР на ковид, и все-таки далеко не у всех ковид плюс, а это означает только то, что остальные вирусные инфекции, они присутствуют, они работают. Порядка 30% до ковид плюс, но 70% до которые пришли с температурой, с насморком, с кашлем, это другие инфекции. Интересно, интересно. Опять, сравнивая начало эпидемии и, я не знаю, пик это или ее, очередная там волна, гребень, да, или что еще, или может не гребень, а там ровная позиция. Вы сказали, что штаб, вирус меняется, меняется очень активно, непредсказуемо, и на самом деле это не только вы говорите, бразильский вирус, индийский вирус, дельта вирус, по-моему, индийский как раз тоже есть. Мы об этом читаем из новостей, мы смотрим об этом в интернете, а вы видите это реально у себя в больнице. Чем симптоматика классического COVID-19 отличается от COVID-дельта, условно говоря? Или какой вирус сейчас гуляет? И что вы видите? Сейчас в основном это дельта вирус. Прежде всего, это непредсказуемость развития цитокинового шторма. То есть, если на заре работы мы четко знали, до 6-7 дня не жди никакой беды, пациент будет температурить, на 6-7 день у него разовьется, может развиться цитокиновый шторм, а может не развиться 50 на 50. Потом вдруг длительность самого шторма и ожидание этого шторма стало расширяться, и уже с 5-6 дня, и уже до 15-го дня мы видели начало цитокинового шторма. Здесь уже достаточно серьезная непредсказуемость получается. Сегодня мы видим, что вирус, во-первых, стал поражать молодое поколение, чего раньше не было. Первые, самые первые вот эти вот месяцы эпидемии, это старшая возрастная категория, это 60+, 70+. Вирус увидеть 40-летнего пациента было достаточно сложно, их было достаточно мало. Сейчас это 25, это 20 лет, это достаточно большое количество детей, которые болеют и так далее. То есть вирус, во-первых, сдвинулся в молодую часть населения, во-вторых, цитокиновый шторм, если он раньше был четко один, сейчас их может быть и 2, и 3. Если ты вовремя не вмешался, вовремя правильно не вылечил. Ну и, соответственно, длительность этого шторма, она достаточно большая, плюс резистентность к терапии, которая сейчас применяется во всем мире. И вот это накладывает очень серьезный отпечаток на работу клиники, то есть чисто экономически вылечить пациента стало как минимум в три раза дороже. А с другой стороны, это заставляет во всем мире задумываться о количестве медикаментов, которые есть. Потому что заводов конечное число, их мощности тоже конечные, а если потребление возрастает в три раза, соответственно, возникает дефицит медикаментов во всем мире. Какой-то дефицит был преодолен в то дальнее время, полтора года назад, было сложно с гормонами, было сложно с гепаринами. Сейчас этот дефицит преодолен, но возникают другие сложности с другими медикаментами. И так, наверное, будет постоянно. Какие медикаменты сейчас в дефиците в университетской клинике, в медицином части? В медицином части есть все. На сегодняшний день то, что нужно пациентам. Но каждый день мы работаем над тем, чтобы это все сохранялось. Хороший ответ. Вы знаете, я еще хотел поговорить о психологической вещи, можно даже философской вещи. Вам не кажется, скажем так, я свое мнение скажу. Мне кажется. Мне кажется, а вы с ним согласитесь или нет? Если согласитесь, можно развить. А если не согласитесь, тоже можно развить. Мне кажется, что вот эта эпидемия ковид, она как-то по-особенному повлияла именно на Казанский федеральный университет. С точки зрения ощущения, как корпорации. То есть, возможно, такое ощущение, дополнительное ощущение единства, которое возникло в связи с тем, что в Казанском федеральном университете почему-то очень давно, 10 лет назад, вдруг пришла идея создать клинику, создать, ну, понятно, там были другие мотивы у медицинского направления, изначально были другие мотивы, но сейчас каким-то вот своеобразным путем судьба вывела к тому, что Казанский федеральный университет, подобно тому, как в советские времена какие-то крупные корпорации, типа железная дорога, да, или там авиазавод имели свои больницы. И все, и любой работник этого завода, как, кстати, есть в Японии, там, потому что есть свои больницы у, там, Тойоты, ну, в общем, понятно. И это такой корпоративный дух, причем одно дело, когда ты, это корпоративный дух там на пьянках, корпоративах таких вот, воспроизводишь, а здесь ты корпоративный дух воспроизводишь на уровне жителей умереть. Потому что вот эта ковидная история, в общем-то, поставила университет такую ситуацию, университетское сообщество. И в такой ситуации вдруг выяснилось, что если ты работаешь в Казахском федеральном университете, то у тебя есть место, где тебя всегда примут. Заболеешь ковидом в данном случае, у тебя ты знаешь, куда пойти. В конце концов, даже если пойдешь по инстанциям, тебя как специалиста КФУ, сотрудник КФУ могут просто тихонечко перенаправить там к вам. Потому что, ну, все уже знают, что университета есть своя клиника. И знают и в университете, и за его пределами. И, возможно, за его пределами даже завидуют, поскольку я нахожусь внутри университета, я не могу это сказать. Вот. И вам не кажется, вот есть какая-то соль в моих размышлениях или нет? Ну, конечно, есть, потому что, в принципе, базисная потребность человека, это потребность безопасности. И здесь совершенно четко, благодаря усилиям ректора, прежде всего, Альша Травкадыча, благодаря усилиям ректората, создана система, четкая, совершенно работающая система помощи. Это проявилось и вот, когда локдаун был, когда кормили студентов. Извините, нигде такого не было. Вот. И совершенно стало понятно, что университет не бросит. Это проявилось и по нашей клинике, когда нужно было очень быстро сделать достаточно серьезные закупки, шаги для того, чтобы обеспечить клинику в новых условиях работы. Это сейчас постоянно происходит, постоянно идет поддержка клиники. Естественно, мы рефлексируем, естественно. но это вообще в психологии человека, если тебе делают добро, ответь добром. Соответственно, мы тоже стараемся максимально делать для того, чтобы ответить добром на то добро, которое получаем. А в результате весь университет получает, ну, по крайней мере, большую степень защиты от внешних обстоятельств и уверенность, самое главное, в завтрашнем дне, что завтра, если тебе будет плохо, тебя не бросят, тебе помогут. И, естественно, это отражается таким, ну, достаточно сплочением, наверное, на весь университет. С сплочением и отсутствием дополнительных неврозов, это же оздоровление. Ну, да, конечно. Оздоровление. Конечно. И в связи с этим я бы хотел, чтобы вы проиллюстрировали ковидный госпиталь Казахского федерального университета. Сколько через него прошло примерно хотя бы, если может сейчас у вас данных точных нету, сотрудников, студентов по линии ковида через вас? Я воздержусь от каких-либо численных выражений, но те студенты, которые в общежитии, например, были и они заболели, они прошли практически все через наш ковидный госпиталь. Те студенты, которые были контактными, они прошли либо через обсерватор, который был организован. Опять-таки, это очень редкое явление, когда даже крупный вуз делает обсерватор и таким образом проявляет заботу о тех, кто проживает в общежитиях. Сотрудники университетов в достаточно большом количестве, они не все, потому что технология оказания помощи при ковид-инфекции более развита, чем одна клиника, целая система работает, но кто хотел, тот попадал в ковидный госпиталь в наших, получал необходимое лечение и, соответственно, выписывался живым и здоровым, что немаловажно. Но единственное, что бы я хотел сейчас в рамках этого разговора на чем акцентироваться, врач не может помочь пациенту, если пациент сам не хочет, чтобы мы ему помогли. Если пациент тянет 8, 10, 12 дней, лежит дома с мыслью, ах, у меня все пройдет, я боюсь попасть в ковидный госпиталь, я боюсь обратиться к врачу, вдруг врач что-то плохое найдет, врачу становится очень сложно потом этого пациента вернуть к нормальной жизни либо вообще в принципе к жизни. Если пациент обращается в первые сутки, во вторые сутки от начала заболевания, гораздо проще, гораздо дешевле, гораздо быстрее поставить его на ноги и, соответственно, добиться полностью благополучного исхода. У нас, к сожалению, люди очень долго тянут перед обращением к врачу. Вот это вот серьезная проблема сейчас. Я, кстати, ну, услышал, скажем, что значит знаю, слышал такие истории, что вот наличие в структуре университета собственной клиники приводит к тому, что, в общем-то, ну, это не совсем правильно, да, но тем не менее это комфортнее. И что люди, заболевшие, просто обращаются на кафедры, завкафедры по инстанции и в итоге к вам попадают не через какие-то поликлиники прикрепленные, а вот так вот по линии собственного университета к связи контактов. Так ли это? В какой-то степени да, этот процесс происходит, но в любом случае, как бы ты кому не звонил, кому бы ты не обращался, ты все равно попадешь в приемный покой, ты все равно попадешь в поликлинику, где производят первичную диагностику, первичные анализы, там, мазки, осмотры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому затягивать время вот этими всеми непонятными звонками... Я не об этом иду и речь. Совершенно не нужно. Хотя это тоже важно, это психологический момент, потому что он же попадает в ту же поликлинику, университетскую поликлинику, к себе. То есть если он идет по месту жительства, он пойдет по инстанциям и непонятно куда он выпадет, выкрутит, в какую больницу его положат. Здесь свои, здесь он знает. Вот. Это, по-моему, очень важный момент. Не нужно подключать длинную цепочку руководителей, можно просто прийти в медсанчасть Вишневского, дом 2, предположим, и сказать, я сотрудник КФУ. Волшебное слово, пароль, все. Выделено дополнительное время только для сотрудников КФУ, каждый день. Соответственно, вот эта короткая фраза, я сотрудник КФУ, она сразу заставляет более активно, наверное, заниматься этим человеком, потому что мы знаем, что КФУ должен работать, выполнять свою собственную функцию, и мы медсанчасть КФУ. Не надо рассказывать там кому-то, что я родственник того-то, того-то, того-то. Произнеси волшебное слово, я сотрудник КФУ. Все. А вам часто приходится слышать, я родственник того-то и того-то? Достаточно часто. Помогает? Это этим людям. Смотря те родственники, да? Вносит больше дискомфорт в работу врача, я бы так сказал, но реально это не помогает. Вы знаете, мы когда говорили о новом вирусе, то, что он постоянно модифицируется, вот правильно я понимаю, что вот та старая симптоматика, возвращаясь опять к эпидемии нашей, та старая симптоматика, которая была полтора года назад, вот это пропадание, обоняние, ну, очень своеобразные симптомы. Сейчас они не работают, такие симптомы. Работают. Симптомы гриппа, условно говоря. Работают. Не всегда пропадает обоняние, но если человек не был привитым, то обоняние выпадает очень часто. 100%, да? Ну, не 100%, но процентов 85, а то и 90. Это один из базисных симптомов. Все-таки так он и остался. Остался, потому что я слышал про дельта-вирус, что якобы там, вот эти старые симптомы, очень характерные и заметные, они вроде бы такие. Они более стертые. Гораздо более стертые. Если человек привитой, у него, конечно, обоняние пропадать просто не будет. Ведь вот это вот пропадание, обоняние, это поражение, в том числе, нервной системы. Вот, поэтому здесь, ну, наверное, все-таки защита-то работает. Вакцинальная защита. К чему я говорю? Потому что человек, который может реально заболеть ковидом, или даже заболел ковидом, но у него нет симптомов классических, у него там запах есть, может даже плохо быть уже, но запах у него есть. Он говорит, что у меня, значит, просто грипп, или просто тяжелый ОРЗ. Запах же у меня есть, я вкус чувствую. И, соответственно, он не обращается за помощью, ну, потому что, ну, ковид все равно, это тревожно. Это человек поднимает, и к действию, а грипп, это можно полежать. Вот. И, соответственно, потом может какие-то, ну, надеюсь, не фатальных, но тем не менее, тяжелых последствий. Вот, в связи с этим, как вы рекомендуете себя вести? Если у вас, ну, признаки респиратурного заболевания, но симптоматики нету ковидной, вот, отсутствие обоняния, отсутствие вкуса, что делать в таких ситуациях? К любому температуре, чем сегодня нужно относиться, как к потенциально ковидным больному. Поэтому первое, что должен человек сделать, это самоизолироваться. Просто поберечь своих близких, с которыми он проживает в одной квартире, или с которыми он общается, если он там живет один, но к ним кто-то приходит, из родственников, знакомых, и так далее. Вот. Сообщить в поликлинику о том, что у тебя заболевания, к тебе придут, да, сейчас огромное количество вызовов, но к тебе все равно придут, тебе все равно помогут, тебе выпишут бесплатные медикаменты, и у тебя будет больше шансов, тебе мазок возьмут на ковид. Вот хотя бы, да. Да, и, по крайней мере, ты будешь знать, у тебя реально ковид или не ковид. Но, в общем-то, разницы нет. Ты получишь гриппозную пневмонию и помрешь, или ты получишь ковидную пневмонию и помрешь. Оставьте профессионалам работу с конкретными инфекциями, но облегчите жизнь профессионалам, обратитесь в первые, вторые сутки. Не надо думать, что все само собор сосется, не рассосется оно. Вы сказали, что ковид умолодел, и в вашей клинике лежат, может быть, молодые люди. В том числе. Они доходят до ИВЛ, до реанимации, или все-таки у них это попроще? Все по-разному. Если брать статистически, да, молодые люди болеют все-таки легче. Но, тем не менее, болеют, и в том числе в Казани есть достаточно плачевные исходы в очень юном возрасте. Поэтому сейчас говорить о том, что если ты молодой, тебе все безопасно, ты можешь ходить без маски, а вот там старики будут болеть. Нет, ничего подобного. Болеют все. Еще вопрос, на котором мы потихонечку начнем сворачиваться, но это очень важный вопрос, на мой взгляд. Это синусоида ковида. Мы сейчас находимся где? Вот по опыту вашей больницы. Вопрос даже не статистики, не от этих данных, которые получаются от Минздрава, а вот прям реально опыт. Сегодня у вас было заполнено, завтра у вас поменьше, послезавтра вас опустело, потом бах, опять заполнено. Как у вас сейчас происходит? Практически нет этой самой синусоиды, к которой мы опять же привыкли по другим инфекциям. Есть почти плато с небольшими колебаниями вверх-вниз. Вот сейчас колебания вверх достаточно серьезные, достаточно существенные. Много пациентов разных, и тяжелых, и нетяжелых, но их реально много. Месяц назад был как бы нижняя часть этой синусоиды, но очень незначительные колебания вверх-вниз. То есть практически мы как вошли в эпидемию, эта эпидемия, она не ослабевает. Коечный фонд увеличить будут? Есть потребность в этом? Потребность есть в интенсивной работе койки, в количестве койок, решается и на уровне республики, и на уровне медсанчасти. Я часто слышу в новостях, в том или ином регионе возникают проблемы даже с лекарствами, с кислородом. Вы сейчас объяснили, что 80-литровый бак уходит за минуту на тяжелых больных. Есть проблемы с этим вопросом? Кислородные станции так у нас? Слава богу, у нас есть несколько производителей кислорода. Соответственно, они очень сильно мобилизованы за эти полтора года, уже больше, год и девять практически. Проблем как таковых нет, но постоянно нужно держать руку на пульсе. То есть кислородчик работает у нас, например, в медсанчасти 24 часа в сутки. Вот они просто меняют друг друга, следит за тем, чтобы в каждом газификаторе было нужное количество кислорода, чтобы вся кислородная техника работала. Администрация университета, как часто выходит на связь с клиникой, насколько они держат руку на пульсе? Ежедневно. То есть руководство университета и руководство клиники, это постоянная связка, постоянное решение каких-либо вопросов. Ректор очень многое делает для того, чтобы клиника эффективно работала. Соответственно, проректора тоже самое. А какое последнее, ну или заметное, скажем так, решение, посвященное вашей клинике, которое можно озвучивать на самом деле? Я понимаю, что есть какие-то вещи, может, которые раны или что-то еще. Но вот заметная та помощь, которую университет показал в вашей клинике в связи с ковидной ситуацией? Да каждый день какая-то помощь идет, сказать, что вот... Ну что же вам запомнилось? Оно незабываемое вообще в принципе. Потому что по большому счету я как главный врач мог оказаться в ситуации, как мои коллеги там в других регионах оказались, когда они вот один на один со своей проблемой, что хочет, то и делает. Мне всегда есть куда обратиться. Поэтому такие вещи, они не забываются. Ну а из решений таких вот крупных, например, сейчас идет ремонт помещений для разворачивания новой палаты интенсивной терапии. Напрямую с ковидом связано? Нет, не связано. То, что госпиталь открыли за сколько? За пять дней с нуля под руководством Ильша Травкадыча. Вот вроде бы это был октябрь месяц, но это тоже не забываем. Эти сроки принятия решений, моментальность принятия решений, серьезных решений с серьезными вложениями, потому что это нужно, потому что это требуется для ликвидации эпидемии, но тут университета просто равных нет. А та же самая палата интенсивной терапии, вот сегодня было очередное совещание с проректорами по строительству. Вроде бы напрямую не связано, но количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после ковида стало гораздо больше, чем до него. И вот для этих пациентов будет эта палата. Вам завидуют руководители других медицинских учреждений, которые не входят в систему университета, но входят в Минздраво. Как это проявляется? Ну, вы знаете, просто люди видят, что творится в клинике, потому что информация в любом случае передается где-то в шутку, где-то всерьез, где-то с какой-то белой завистью люди говорят, вот вам повезло, что вы работаете под крылом университета, что вы структурное подразделение университета. Это действительно так? Какие-то материальные поощрения сотрудникам, медперсоналу, где работают непосредственно в красных зонах, со стороны университета существуют? Ну, во-первых, достаточно серьезные материальные поощрения Российская Федерация гарантирует медикам. Университет, да, тоже нас премировал, но самое главное, когда возникают какие-то вопросы с поступлением денежных средств, университет всегда помогает. И, например, у нас была серьезная ситуация, когда вроде бы и госпиталь открыли, а финансирование не открыли. И вот университет полностью взял на себя все бремя выплат медицинским работникам. И это тоже незабываемо. Понимаете, медики не почувствовали, что что-то происходит не то. Университет полностью помог, подставил плечо, полностью закрыл все выплаты, которые нужны были. А это были достаточно большие деньги. И только потом, к концу уже года, когда мы получили финансирование, что-то мы вернули, а что-то мы до сих пор и не вернули. Как бы похоже... И не вернем. Вернем добрыми делами. Естественно, будем стараться. Вернем и здоровьем. А вот скажите, вы обмолвились о том, что пусковидные проблемы медицинские, медсанчать КФУ, занимаются этой темой? Насколько плотно? Или пока рано к этому подходите? Все, вот ни ковид не прошел. Конечно, занимаемся. Но там проблема какой? Прежде всего, это сердечно-сосудистая медсанчать КФУ. Это один из достаточно серьезных центров именно лечения сердечно-сосудистой патологии. Пусковидные проблемы – это проблемы с памятью. У нас наши неврологи работают и по этому направлению тоже. Достаточно серьезные проблемы порой возникают по координации движений. Неврологи работают. Достаточно серьезные проблемы могут возникнуть с бронхолегочной системой, с иммунной системой, с... Да, те же самые гастронатологического профиля проблемы, они же тоже могут возникнуть. И в каждом случае находится у нас специалист, который может помочь в решении данных проблем. Мы и сами опыт нарабатываем, и научный опыт нарабатываем практически, ну и, соответственно, людям помогаем. Ну что ж, Сергей Альбертович, на этой, в общем-то, приятной ноте мы нашу программу сегодня завершим. В студии был у нас Осипов Сергей Альбертович, главный врач медико-санитарной части Казанского федерального университета. Я ведущий журналист Рустам Лафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин